Серёга, здорово! О, Серёга, в новом костюмчике огонь, да, Серёга? У нас сегодня снова суровый будний эвакуаторщика, да, Серёга? Да. Ну, я думаю, что мы одиночками попрем. Мне кажется, нет. Почему? Одиночками. Что, не попрем одиночками? Всё-таки решили мы, Серёга, автопоездом ехать сегодня. Нужно забирать две машины. Это из прошлой партии УАЗиков. Кто смотрел предыдущее видео, всё время пришло их забирать. Единственная погода, у нас дождик. Думал поодиночке, чтобы время не терять. Так будет быстрее, колёса не менять, потому что там колёса все спущены. А у нас вот колёса. С этой машины сейчас снимем колёса. Тут у нас бардак, каша. Как-то сюда буду всё это ставить. Жёсткая сцепка здесь. Домкрат где-то тут на территории. Серёга, он уже подъехал. Сейчас колёса снимем, загрузимся и попрем. Домкрат. Канистый подсоляк на всякий случай, но мне нужно соляк. По пути будем заправляться, я заправлюсь. Колёса проверенные, накаченные. Домкрат. Гайковерт, болгарка, всё есть. Компрессор, всё есть. Осталось жёсткую сцепку погрузить. Всё, перебываемся. Сапогов в ботинки. По пути заправляем эвакуатор. Где-то у нас здесь ещё жёсткая сцепка. Вот она. По пути заправляем эвакуатор. И поперли. И по плану нам сегодня привезти два УАЗика. Опа. И она тяжёлая. Она тут как раз промариновалась на улице. Подржавела. Или болты тут под дождём. Все дела. Что мы там сейчас крутили и мучились. Короче, её ставили. Всё. Серёга у нас способствует этой теме. Давай. Колёса её закинуть? Да, я сейчас проснул прижму. Мне что делать, Серёга? А? Мне что делать? Поднимать. Поднимать? Я не подумал её. Я чё-то в лечите. Я не знаю чё. Весь разваливаюсь по частям. Самого надо чинить где-нибудь. У меня в горах, в Австрии там. Ну, как минимум на Эльбарусе, в Весентуках. Но мы на разборке. Эти УАЗики шевелим. Пароклитые. Железо. Я ещё все выходные потолоку. Губа не там крепил. Короче, вообще я ни хера не отдыхал. Просто с утра до вечера. С утра до вечера. Да, Серёга. С утра до вечера. Ебашу без выходных. Вот так вот. Очень мне тяжело, ребята. Нет. Всё, давай я впереди эти сапоги переобуваю. Рюкзачок и потерли. Давай, хорошо. Меня тут провожает Бауша. Где он там? Вот он. Да-да-да-да-да-да-да. Вот он. Здоровый. Здоровый. Маленький Кутька. Всё. Где-то он здесь вон он. Всё, нельзя Бауша. Только не пачкай меня. А, у нас печка не работает на эвакуаторе. Да, только автономка, да? Я выключил, и жарко там очень. Отлично. И печка нам не нужна, да? Окна будут потеть, ну и хер с ними. Сапожки? Пригодят. Всё, попёрли. Короче, заехали в Кротовку. Взяли пирожком горячих, свежих, Серёгой. А что-то едем дорогой. Скучно, жаркая охота. Когда ещё пообедаем? Пока ещё только в одну сторону едем. 150 километров. И взяли пирожков. Сливером, с картошечкой. Прям горячие, свежие. Прям с утренечка. И этот. Лук, яйцо, да? И что там? Капуста с грибами. И лимональдик попить. Сейчас будем дороги хамячивать. Серёга, все зубы видать радостные. Да? Сейчас пожрём нормально. Ха-ха-ха-ха. Вот так вот. Суровый будний эвакуаторщика и разборщика. Всё. Поздний завтрак. Дороги. Приехали, короче, мы на место с Серёгой. А тут в сторону Оренбурга. Гораздо прохладнее, да, Серёга? Да, прям. Прям вообще дубарь. Ладно, Серёга мне жилетку дал, сам куртку одел. Всё. Остатки надо забирать техники. Вот они, три УАЗа. Пучеглаз? Пучеглаз? Пучеглаз. Серёга пучеглазом УАЗ называет. Так. Чтобы понимали. Комплектажка. У нас два мотора. УМЗ 417800. Это переходная модель с 417 на 421. У него поршня на 92 со съёмными гильзами. Но коленвал уже от сотки. Головка от сотки. Раздельная система охлаждения. Мощность 90 лошадей. А я думаю, что он даже бывает поинтереснее мотор, чем 421. Потому что, во-первых, у него поршневую можно гильзы поменял. Блок не надо, не точить ничего. Разница там в 10 лошадей. Но коленвал тот же крутящий момент. Высокий. Головка от сотки. Как бы он едет. Может быть, даже примерно так же. Но в процессе эксплуатации и ремонтопригодности он гораздо лучше и надёжнее. Пошня на 92. Он, по-моему, 2.5, что ли, мотор или 2.6. Ну, короче, вот такие два варианта есть. Хороших. Они уже, кстати, под сальник, естественно. Но Пошня на 92. Тема интересная, ребят. Кому нужно вот такие два мотора у меня есть на двух машинах. Которые мы сейчас запираем. Что у нас тут? Коробочки нового образца. Мосты. Всё сухое. Всё нормально. Вот это у нас поедет на жёсткой сцепке. Он вроде ничего такой. Более-менешный. Даже лобач целый. Все категории D, кстати, они почему-то. Ну, вахтовые, наверное. Что у нас тут? Тоже D-шка категория. Этот поедет на верхушке. Кстати, салончик мягенький. Хороший. Сидения откидываются. Они вперёд-назад двигаются. Кстати, вот эти сидения можно поставить вперёд на буханку. Они перекручиваются. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Точно на буханку вперёд встанут. Там все двери закрываются, Серёг? Или завязывать надо? Что-то нихера там ничего не закрывается, да? Но это на платформе поедет машина. Серёге что-то там не получается, да? Только пойдём на пучеглаз посмотрим. Покажу ребятам пучеглаз. Как его называешь, пучеглаз. Вот аппарат. Вообще с доками тоже всё нормально. Но мне он не интересен. Его отдают по весу. Вообще пушка-гонка, да? Для бездорожья и для рыбалочки. Вот такая тема. Крыша уже самодельная, должно быть тинтованная. Это номер ШШ. ШШ, да. КШШ. Нет, да, КШШ. Аппарат бомбический. Он основной передний привод, жопа подключаемый. Независимая подвеска. Мотор Запорожец. В4. В4. Ха-ха-ха. Что ты хочешь открыть капотку? Давай покажем ребятам. Тут кнопочка, Серёжа, блять. Вот она кнопочка, да, Серёга. Нормальный. Всё, вот он. В4. В4 воздушного охлаждения. Очень интересный мотор. Вот. Я сам особо не эксплуатировал такую технику. У Серёги вот сам он ездил, и батя царство небесное ездил, да? На Запорожеце с таким мотором. Да. Как впечатление, Серёга? Вообще бомбическое, особенно по грязи. Ну, потому что он сзади, на Запорожеце он стоит сзади, и вес на ось, и он как бы проходимый из-за этого. Ну, его надо наваливать, чтобы он охлаждался лучше. По-моему. Все, не чтобы здесь вообще что-то провода... Тут электромуфта, что ли? Чуть не понятно, как это всё сделано. Вообще конструктив интересный, конечно, не по мне. Вот такой вот аппарат. Пучеглаз его Серёга называет. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, здесь у нас чё? Здесь у нас 400... А, тоже, да. Тоже 4178 мотор. Да-а-а-с. Так, карбюратор К-151, двигатель ОМЗ 4178. Всё, пушка-гонка, радиатор медный трёхрядный. Отлично. Рулевая колоночка, всё сиденье. От Волги уже кто-то примастырил. Это сиденье какое-то такое, разобранное, боевое. Вот. А это грузопассажирский. И мёртвый птица спит просто здесь. Птица спит. Серёг! У нас птица тут спит. Что? Птичка. Спит? Да. Нет. Она спит давно, походу. Давай поставим её здесь спать. Она высохла уже, это мумия. Ужас. Так, здесь, кстати, есть одна коробочка. Двухсоставным корпусом на пятиступка на УАЗик. Мы её тоже прицепим. И потом по ней отдельно разберём. Ну, как вообще она устроена. Одна из редких коробок. Одна из первых пятиступок, где к четырёхступенчатой коробке. Приделали жопу с пятой передачей. И эксплуатировали её. Вот такая коробка есть. Здесь мы её сейчас прицепим с собой. Всё, будем менять колёса. Серёга уже почти всё разгрузил. А я ещё хожу тут мозги. Видос снимаю. Вот так вот. Всё, полетели. Ну всё, мы, короче, стартанули, да? Сейчас заедем тут в кафешку, пожрём. Попьём кофе, да? Обязательно. Серёга говорит, он обязательно. Всё, тачку мы застропили. Всё нормально. Всё по местам, всё прикручено. Всё, страховка. Жёсткая сцепка. Кстати, жёсткая сцепка самодельная. Вот как она выглядит. Универсальный подвозик под газель. Вот эту тему перекручиваем. И всё нормалёк. Всё, доки в порядке. Всё, нам выписали договора. Знак мы прикрутили. Многие говорят, вот, знак не всё, у нас знак есть. Всё нормалёк. Жилеточка вообще пригодилась. Сейчас заедем здесь на кольце, на выезде. Кафешка Угли, где мы уже, да, неоднократно кушали. Там вкусно. Немного небюджетно. Дорого и богато. Это нормально там паять? Да. За такую еду нормальная еда. Ну, с нормальной целью. Всё, конечно, до нуля. Пожрём. Ну, там самое интересное, и там выгружаться ещё, Серёга. У нас там трактор застрял на дне, на территории. Машина, всё это надо заводить. Всё это разгружай, да? Чё ты там смотришь? Всё, на месте тачка у нас, Серёга, в зеркало. Зеркало не вижу. Зеркало не видеть ни хера я, потому что кино снимай на камеру. В жилетке задубел. Ну, нормалёк, да? Мы всё покушаем ни фига. И всё. И удачные нам дороги. Всё, погнали. Чё такое? Чё-то у нас... С зеркалом. Чё там где-то под тобой это было? Просто, блядь. За фаршом мочили зеркало. Чё подо мной было? Чё подо мной было? Чё подо мной, да? Вау. По-моему, там борода воды, да, Серёга? Серёга мастерски как накачивает воду. Сбрызнул, да? Нет, там нет воды. Давай пить минералку. Минералку? Ха-ха-ха. А нет больше вариантов. Пошла вода драгоценная. Кто сейчас в пустыне? Кто нас будет смотреть, он в пустыне пить хочет. Просто очень на нас будет злиться. Сейчас ты будешь открывать дверь, и тебя вот тут нашмачит, мне кажется. Я вообще не вижу тебя. А, ехать? Короче, у нас без приключений не бывает. Вот ещё хочу обратить внимание на зарядку. По-моему, у нас её нету нихера. То 16, то вот 12. Всё, автопоезд у нас для чистой зеркало. Автопоезд на месте, всё проверили, всё. Прям на базу. Так, мы на подъезде. Но всё равно на близких реках. Но грейдером разровняли. Короче, наша дорога под мостами Смышляевка. Буквально на той неделе тут всё было затоплено. Вот эта вот речушка, вонючка. Вся здесь наглухо разлилась. И тут вообще всё. Кучей насыпали, чтобы сюда люди не ездили. Можно, наверное, воды, где пакеты везят? Да, да-да-да, пакеты везят. Вот столько воды было. Это высоко вообще, да? Но не здесь пик, пик вот там дальше. Сейчас мы посмотрим. Ну, хотя видишь, тут уже движуха идёт. Вот этих всех, по-моему, затапливало, вроде, ребят. У кого-то вот забор, короче, пошевелился. Да, вот он, вот следы, видишь, от воды. Да-да-да. Ну, если фур едет, значит, тоже нормально. Главное, чтобы наш автопоезд не разобрался. Баба, вот да, тут фур жалко. Баба, кажется, он может встать, нет? Не-не-не-не, гребёт, гребёт. Вот здесь вот самый пик. Да, здесь самый пик, потому что не зелё. Ебать, тут горная река и вот эти течения, как на Урале. Горная вонючая река. Горная вонючая река, она вообще летом зелёного цвета, просто ужас. Зимой не замерзает. Зимой не замерзает, да. Вот там-там бы не бобры построили её. Ха-ха-ха-ха. Да тут бобров нет, они не выживут здесь. Может, мне кажется, лягушек нет? Ну, я тоже так думаю, да. Ну, ладно, грейдером прошли, ещё можно ехать. Помнишь, мы ехали? Вообще ужас был. У нас там ещё трактор, правда, на брюхе сидит. Ну, не, он не на брюхе, он вроде шевелился, да, чуть-чуть. Ну, ничего, сейчас попробуем моего. Растолкается, пустите, соляра всё есть. И будем бы разгружаться. Ну, всё, короче, я переоделся. Тут приехал главный оператор PUM 500. И уже достаю трактор, потому что до этого мы с Петькой его засадили наглухо на дно. А нам надо выгружать тачки. И тут сейчас я покажу обстановку. Вот такая вот у нас обстановка. Надо два УАЗика и третий сюда ещё разместить. Плюс вот этот, вот этот, вон тот остаток УАЗика. Волгу, вот эту Газель и те ещё два. И тут у нас борьба с бездорожьем. Дорожьем. 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 Я ищу. Нет, да. Какая-то. У-у-у-у. Это чё? Нет, да? Нету перчаток? Подожди, на вторую На, забери мои, брат Жертвуй своими перчатками Ради ребят, которые нам помогают Как это называется, Серег? Чванина Чванина, понятно Импровизированный сэндтрек Лучшая работа в мире Ради ребят Что вы скажете по этому поводу? Нормально, вот он присосал Будем что-то думать Видимо, нужна моя помощь А может и нет Лопата где-то была Штыковая, сейчас найду Коллектив лопату спрашивает Главное, чтобы она им нужна была не для того Чтобы перенести по тому Кто был виноват, кто засадил трактора Вот так вот Это самое главное Вообще жестоко, блядь Фары берег Фары берег, блин Ребят ли? Нет Что, уцелела? Уцелела? Уцелела фара Нормально Маз Помогите взяву просто Вот так вот господа Кашу Просто делаем Делаем кашу Помазать, наверное Опять надо Когда откручиваешь А когда не касаешься То Хер с ними, да? Зачем их мазать? Чтобы не открутились, да? По дороге? Согласен Тебе надо что-то помочь? Нет? Отлично Вот это Вот это Самое главное Что Не надо мне никому это помогать У Сереги свои задачи Он сам справится Пацаны Трактор Выковырили сами А я хожу снимаю Главное, чтобы лопату Они больше не спрашивали А то все Кто его знает Зачем она Сейчас чуть-чуть просохнет И все перерабатываем В чермет Остаемся на связи А тормоза-то там есть Идет как идет Главное Правильно и грамотно Ходить Мазги компасировать Как и все Ничего не делать Как будто с ГУРом, да? Еще чуть-чуть Хорош Один припарковали Ну что-то там коллектив совещается Может быть сейчас переиграем Место дислокации Вторая эвакуация Ситуация Ну что, господа Вот такой вот был день Эвакуаторщика сегодня у нас Периодически Я буду показывать Как мы ездим Серегой Забираем там Автомобили Привозим И как вообще Все это происходит Серега завтра Еще одну привезет С завтрашнего дня Там вроде тепло Сейчас посохнет И начнем резать Так что кому интересны запчасти С буханок И с патриота Да в принципе И с газели Все есть Машины карбюраторные Буханки карбюраторные Моторы ЗМЗ-402 УМЗ-4178 Все, мосты обычные Колхозные Радиаторы медовые Трехрядные Вся информация В моем телеграм-канале Смотрите Ну а на сегодня Все Хорош Пойду переодеваться Мне надо заниматься Другими делами Все Всем пока Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok